Увеличить свои вложения в 7 раз всего за одну неделю? Это реально! С помощью новой услуги сайта спортивных прогнозов goldprognos.ru Большая семерка! Переходите на сайт, смотрите описание в соответствующем разделе и выигрывайте вместе с нами! Как у Рюдигера нога поехала. Рюдигер тут попал в достаточно неприятную историю после теракта в Париже, в Риме тоже против Неймара. В центр на Бускеца, отличная передача офсайда. Нет, офсайд был. Не пройдут, Константин, ваши каталонские штучки вот эти вот. Не пройдут. Раскатали Робу. Какая-то честная возле мяча, давайте еще раз посмотрим. Ну и где здесь офсайд? Офсайда здесь нет. Я, честно говоря, не могу понять по этому повтору. У меня головка зовут Торштеггер. В надежде, что сейчас ему за Шиворот забросит мяч, наверное, намекает нам испанский режиссер. Торголан. Здорово! Чека! Офсайда-то не было. Не было офсайда, Константин. Вы-то расслабились. Думали, что так и будет весь матч. Ну вот, Торштеггер вам еще под... Давайте мы еще раз посмотрим. Офсайд действительно нет. Да, задержался Фермалин. Где есть Фермалин? Выиграл все три трофея. И Лигу чемпионов, и Чемпионат Испании, и Кубок Испании. Отлично! На, Дани Алвес, момент! И вот здесь надо забивать. Чуть голо, чуть с мячом не ушел за лицевую линию. 1-0 совершенно справедливо. Все, нужно посмотреть опять, как же так вышло, что на этот раз Дани Алвес пролетел по флангу. Суареса, и смотрим, кто же сделал такую идеальную передачу. Пожалуйста, офсайды нет, Рюдигер. И снова он пас отличный на Дани Алвеса. Тот не пожадничал и выкатил на пустые ворота Суарес. Суарес молодец, Рюдигер тоже молодец. Кстати, любопытная еще одна история про Рюдигера. Я думаю, многие из вас помнят такого футболиста Астафану Ирандио. За Милан играл в сборную Италии. Вот он на швейцарском телевидении выступал. Мне интересно наблюдать за передвижениями игроков Барселоны. Посмотри, как они контролируют. Месси! Месси! Отлично. Ну что-то было. Да, это было круто. Это было круто. Особенно было, конечно, заметно, как Лео легко отрывался от Майка. Улетел, упорхнул. Я хотел бы обратить внимание на голевую. У меня просто, я честно скажу, из этой тройки Суарес, левую на футболист. На мой взгляд, это фантастический пример отсутствия игрового эгоизма. Посмотрите передачу. Ведь сейчас именно Луис Суарес гуляет Леонесси. Вот как они уживаются втроем. Вот смотри, они опять втроем переиграли всю оборону. И вроде бы ничего сложного. Отдал, открылся, подстроился, исполнил. Все. Вот только руки можно развести Руди Гарси. 2-0. Леонель Месси. Опять Пьянич. Вот там уже есть белый. Прострел. Момент. Вы видели? Хороший момент возле ворот Торштеген. Против него Пьянич. Неймар танцует перед боснийцем. Раз. Еще один финт. Подача. И удар будет в касание. Суарес. Луис Сито. Эль Гранде. Эль Пистолеру. Эль Сусли Клоко. Раз. Качнул вправо, качнул влево. Вот здесь. Как попал, а? Как попал. Наин Галан отвернулся. Другой увернулся. Игрок Ромы. Ну а Ченсный не дотянулся. Ну, во-первых, конечно, бросили Суарес. В окрестностях, наверное, если провести вот такую... Ну, смотри, как он отскочил, да, прочувствовал момент. Метра в пять. И внешней стороной еще поймал. Как говорит коллега Владислав Батурин, поймал на лапу. В первом подсознательно отрезать и просто поиграть, постараться хорошо сыграть во втором тайме, ну, тогда, наверное, и в сам тайм получится. Интересно. Ой-ой-ой. Какой удар в верхний угол. Это Неймар. Он сегодня еще не забивал. И исчез. Хороший шанс не проиграть. Второй тайм. Да. И если выяснилось, еще и была победа над Эпоэлом, по-моему, 8-0. Ох, какой момент. Терштеген. Я по Фальке. Неожиданно. Терштеген умный. Да, все было хорошо. И Терштеген, кстати, ногами играет восхитительно. Поэтому он становится и заложником вот этих забитых мячей из центра поля. То, что выходит как бы на подстраховку пара центральных защитников своей команды. Ну, хороший удар Фальке в нижний угол. Смотри, как он реагировал. Ну, вот и сегодня он свой шанс получил. Благодаря травам Жервинью и Салаха. Ну, пока играет не хуже, чем другие. И еще один эпизод. Нет, ну, здесь Пике, да, забил. Да, но второй раз пустые ворота. Да. Герард Пике и Месси не пожарничал. Выкатил мяч Пике на пустые ворота. Да, вот смотришь на Месси. Кажется, что 10 лет назад он был таким, что вот сейчас абсолютно не меняется. Оффсайды нет. Владимир. Да. Да, Константин. Что вы молчите? Пике уходит. И выходит Барк. Я смотрю, как Барселон... Месси. На Наймара. Ох, как сейчас Наймара на публику сыграл. Ох, Месси дубль делает. Все-таки добивает мяч. 5-0. Нравится? Ну, ладно, я бы думал, что я после каждого гола буду у тебя. Беран же успел на... Сколько? Цей, как Наймар, да, мяч обработал. Оп. И опять они втроем. И опять они втроем. А, кстати, Наймару передачу делал именно Месси. Вроде бы все гениальное просто. Ну, давай, может быть, спор какой-нибудь замутим. Кто первый сделает хитрик? Суарес или Месси? Никто. Ну, и такое тоже надо пережить. Наймар! Ох, это было красиво. Ноги просто в другой системе. Смотри. Оп. Оп. Оп, оп. Да. Вот я, когда... Это Альба. Прострел успевает Манолас. Наймар. Пеналь. Вот она, интрига. Владимир. Да. Называют три фамилии. Неймар, Суарес, Месси. Зуба. Фифу. За Барселон. А, вот сейчас. Ну, здорово вышел лучом. Сразу же. На фенальте. Неймар. Неймар пошел. Неймар. Пижон. Пижон. Пижоны. Адриану забивает, тем не менее. Вы именно на этом стадионе, Владимир Никитич Масалаченко сказал, это за месяц, а у Неймара. Нехорошо. Шага в Лиге Чемпионов. Ну, может быть, если бы счет был не 5-0, может быть, он так бы и не сделал. Нет, зная Неймара, в принципе, он так и делал в последнее время, но хорош. Потому что Адриана не выключился. Он так и беспокоился, он чувствует, что перелом-то может выступить. Пожалел, пожалел здесь Рому, был ли здесь Денальти Фермалин. Да, фенальти был. Можно было, да. Фенальти был. Вот ты и хотел подарок от Фермалин. Пожалуйста. Джека не шага. Терштеген. И берет Терштеген. Браво! Браво, браво, Терштеген. В начале сезона, что у Терштегена время окончательно браво вытеснить на задворке, доказать, что он номер один. Но так сейчас сразу и не скажешь. Он его не вытеснит у российского клуба ЦСКА против Вольсбурга. Ну и затем очень интересная игра в Турине. Джека забил, Джека все-таки. Забил, забил Джека. 6-1. Люк один сделал передачу на Джека. Но я думаю, что этот гол, он прежде всего нужен самому Джеку, который... Блин, и ничего не добавляет Джека. Ну, он просто не захотел больше издеваться уже над Барселоной. Все. Мы сейчас давайте посмотрим еще раз, как мяч был забит. Ну, хорошо он был забит и выпрыгнул хорошо. И послал мяч. И опять Фермалин. Фермалин тоже прыгал рядом с ним. 6-1. Барселона была, ну, крута, чего уж.